Добрый вечер Вы нас слышите, все в порядке, связь налажена Ольга Бычкова, добрый вечер еще раз И наш гость в этой студии сегодня политолог Станислав Белковский, добрый вечер Добрый вечер Ну что, мы будем, понятное дело, обсуждать сложившуюся сегодня ситуацию Тему мы назвали «После авиакатастрофы, упавший малазийский Боинг и все возможные последствия этой трагедии» Как человеческие, так и политические, безусловно Наверное, первое, что я хотела бы спросить у Станислава Белковского Вот, как вам показалось по последним дням и часам Путин, президент Путин, он испугался Запада или наоборот? Он испугался не Запада, он испугался самой ситуации На прошлой неделе, до авиакатастрофы, эта ситуация выглядела в глазах, мне кажется, Владимира Владимировича Путину достаточно оптимистично При поддержке России сепаратисты дожимали там украинскую армию в котле под Мариновкой Вели наступательные операции Владимир Путин считал, что он сможет внести таки раскол между политическими позициями Соединенных Штатов Америки и Евросоюза Поскольку Евросоюз гораздо более зависим от России экономически, чем США И, в общем, ему казалось, что вот-вот со дня на день он выйдет на переговоры с Западом И, в частности, с Вашингтоном о судьбе Украины Что и было изначальной целью всей кампании дестабилизации, которую он затеял И вот падение самолета, оно перечеркнуло эти планы Как минимум, оно их качественно изменило Потому что теперь уже стало окончательно ясно, что Путин не может отмежеваться от сепаратистов Что военная поддержка, которую оказывает Путин, так называемым Донецкой и Луганской народным республикам Приводит к значительным человеческим жертвам, никак не связанным, собственно, с военной кампанией И Путин немножко загрустил Он действительно находится в состоянии крайней нервозности Это видно и по его ночному заявлению Потому что не было никакой необходимости записывать это заявление ночью и транслировать его в полвторого ночи Но если не считать разницей во времени между Москвой и, например, Вашингтоном Да, это тем не менее связи с такой нервозностью Потому что если бы Путин пребывал в состоянии психологической стабильности, он спокойно бы выспался А перед нами пристал человек, которому не до сна Ну, не до сна и что, и дальше А вообще, что может его напугать, вот реально? Все же, вот, по-моему, сейчас все сидят в Брюсселе, Вашингтоне и перебирают разные варианты Вот как воздействовать, чтобы воздействовать? На мой взгляд, санкции уже неизбежны Путин, собственно, и ждал того, будут европейские санкции или нет И, как учил нас сам Владимир Владимирович в своей книге «Разговор от первого лица» Изданный в 2000 году, когда он только стал президентом из пробирки Крысу нельзя загонять в угол Вот сейчас Владимир Путин находится в состоянии близком к этому Он почти крыса, загнанный в угол Я бы не испытывал по этому поводу большого оптимизма С одной стороны, он сплотил Америку и Европу Которую он только что собирался окончательно рассорить Падение малазийского Боинга С другой стороны, если и когда он поймет, что у него нет пространства для политического маневра А наличие такого пространства всегда было для него критерием выживаемости В том числе и во внутренней политике То ли уходит с поста президента, то ли не уходит То ли возвращается на пост президента, то ли не возвращается Все ключевые решения принимаются в последний момент Сейчас это падение Боинга очень сильно сузило пространство его И что остается? Для принятия решений Сейчас, если Запад не пойдет на переговоры с ним о судьбе Украины А именно к этому он призывал де-факто В этом ночном бессонном обращении Что, ребят, давайте все-таки договоримся как-нибудь Ну да, не получилось, сбили Боинг Ну что теперь сделаешь? Ведь политическая реальность от этого не меняется Владимир Владимирович как раньше не понимал, так и сейчас Он не понимает, что есть некая ценностная основа евроатлантического единства Да, действительно, между США и Евросоюзом существуют и экономические и политические разногласия Но есть и ценности, которые не являются чистой пропагандой и пиаром Как это кажется Путину и его гремлевским соратникам Нет, ну а какие сценарии вот в результате? Что может быть? Сейчас никакого очевидного, отчетливого сценария о регулировании, как это не страшно, нет Реагирование Ну какое? Завтра Путин собирается в это безопасность для обсуждения территориальной целостности России Это уже свидетельство, такая нервоза Какая там территориальная целостность и что кто-то угрожает? Нет, но Путин человек оборонительного сознания Он должен все свои шаги объяснить тем, что кто-то покушается на статус-кво Он может объяснить и падение Боинга тем, что кто-то покушается на статус-кво Вы знаете, я сегодня изучал много околокремлевских информационных источников Они, собственно, и сообщают, что Украина специально сбила Боинг Для того, чтобы оправдать интервенцию НАТО на Украину Почему бы завтра не поставить этот вопрос на Совете Безопасности Хотя никакой интервенции НАТО на Украину, собственно, не намечается Как минимум сегодня Юлия, я обращаюсь к киевской студии радио Вести Юлия Литвиненко, подключайтесь, пожалуйста Да, да, Ольга, я напомню нашим слушателям Вы сегодня в таком находитесь огромном информационном поле У нас тут произошла стыковка с радио Эхо Москвы Ольга Бычкова, моя коллега, работает в московской студии В гостях у нее сегодня Александр, Станислав Александрович Белковский Вот, Станислав Александрович, мы очень внимательно слушаем здесь, в Киеве, все, что вы говорите И вот у меня будет к Станиславу Александровичу такой вопрос Когда вы говорите, что планы Путина взорвались вместе с Боингом О каких именно планах вы говорите? Вот вы сейчас... О планах А. Разгромить украинскую армию в кратчайшие сроки В Донецкой области Б. Вбить клин между США и Евросоюзом В. Выйти на прямые официальные переговоры с Западом О судьбе Украины Но на переговоры с Западом все равно придется идти Владимиру Владимировичу Но вот в каком формате... Так он-то готов идти на переговоры, Запад не готов с ним идти на переговоры В этом главная проблема Он хотел принудить Запад к переговорам За счет двух обстоятельств Военного разгрома Украины и раскола между США и Евросоюзом Падение Боинга нанесло большой ущерб этим планам Когда вы говорите о санкциях Каких именно вы считаете санкций боится Владимир Владимирович? Владимир Владимирович не боится вообще ничего Потому что лично для него эти санкции не имеют значения Мне кажется, он смирился с мыслью, что Добропорядочным гражданином мира он уже не будет Хотя каддафизация, которая сейчас с ним происходит В не меньшей степени отвечала его интересам изначально Он не хотел быть полковником Каддафи Он хотел быть абсолютно равноправным участником сообщества западных лидеров И делал долгие годы для этого все Но так неудачно схожилось в жизни, что это не получилось Потому что он недооценивал роли ценностей в консолидации Запада И в том формировании сообщества западных лидеров Он по-прежнему придерживается философии трубоцентризма Ему кажется, что газовая российская труба имеет какое-то особое сакральное значение И западные корпорации, которые подпитываются от коррупционного механизма российской экономики Его очень поддерживают в этом осмыслении И вот сейчас с ним случилось то, чего он очень сильно не хотел А это, поскольку на него нельзя давить Он человек негибкий в этом смысле, он эпилептоид То от него можно ожидать любых агрессивных решений Что он немедленно не получит какой-то утешающей его конфетки Что может быть этой конфеткой? Или давайте так Вы, отвечая на вопрос На ком ответственность за катастрофу Которая случилась на территории подконтрольной так называемой Донецкой Народной Республики Вы, Станислав Александрович, дали себе ответ на вопрос Кто повинен? Да, конечно Но я полный ответ не приведу Потому что я не военный эксперт Я опираюсь только на данные открытых источников И из этих данных я делал вывод, что все-таки сбили самолеты сепаратисты Собственно, у них был восторг Они просто перепутали транспортный самолет Ан-26 с пассажирским Боингом малазийских авиалиний С помощью вооружений, полученных из России Это, к сожалению, так А дальше уже, так сказать, идет война оправданий Не слишком ли быстро делается такой вывод? Да, может быть Давайте подождем еще немножечко Но мне кажется, что те лица Я-то никто, но люди типа госсекретаря Джона Керри, это кто-то То, что эти заявления звучат А Российское Министерство обороны тоже Министерство обороны, собственно Я согласен, давайте подождем Я хотел бы обратить внимание хотя бы на тот факт Что сам Владимир Путин не обвинил Украину в том, что она сбила самолет Нет Он ведь любит фильтровать базар и отвечать за него Это важная составная часть его психотипа Он обвинил Украину в том, что она политически и морально виновна в крушении самолета Поскольку это ее территория Не только поскольку это ее территория, но потому что она не остановила наступление на позиции сепаратиста в конце июня И тем самым создала условия, необходимые и достаточные для крушения самолета Но из уст Путина не прозвучало ни разу, что Украина сбила самолет На мой взгляд, это косвенно свидетельствует в пользу версии, что Украина его не сбивала Станислав Александрович, но из уст Путина мы неоднократно слышали о возможностях, косвенно или прямо, о возможностях, скажем, это делал министр Лавров, прозвучало из его уст, о возможностях точечного удара по Украине Да, я этого совершенно не исключаю Если Путин будет загнан в угол, в соответствии с его книгой «Разговор от первого лица», возможно, все, в том числе и это Возможность, вы не исключаете прямого вторжения Российской Федерации на территорию Украины Российская вооруженная сила не готова к большой войне В классическом понимании этого термина То есть, никого вторжения с целью захватить Киев быть не может Не потому, что Путин этого не хочет, может быть, он этого и хочет А потому, что для этого нет ресурсов В первую очередь, военных Но точечный удар вполне возможно Станислав Александрович, но почему Украина? Потому что Украина – это любовь и боль Владимира Владимировича Путина Он ведь очень удачливый президент, не правда ли? Он стал президентом, когда вот никто не верил И 9 августа 1999 года, когда Борис Ельцин назначил его исполняющим обязанности председателя правительства РФ И объявил преемничество официальным 90% политического сообщества России говорили о том, что это мертвый номер Путин стал триумфально президентом через Вторую Чеченскую войну После этого он не потерпел ни одного серьезного поражения на внутриполитической арене Владимир Путин выходил сухим из страшных кровавых вод его современности И Норд-Ост, и Беслан Эти все кризисы с заложниками, которые вполне могли кончиться падением власти Но они кончились так или иначе ее победой, пусть и ценой значительных человеческих жертв Владимир Путин пережил и пересидел всех, кто предрекали ему поражение Триумфом его окончательно стала Олимпиада в Сочи И только Украина всегда была территорией поражения Он проиграл в 2004 году, когда все объясняли ему, что Янукович, конечно, будет президентом А Майдан разбежится от первых же зимних холодов Он проиграл в 2009-2010 годах, когда делал ставку на Юлию Тимошенко И был негласным и заочным спонсором пакта Януковича Тимошенко Придуманным Виктором Медведчуком О том, что Янукович становится на 10 лет президентом без полномочий Тимошенко правителем Украины В лице в ранге премьер-министра на 10 лет с полномочиями И фактическим разделом Украины Это тогда уже содержалось в этом пакте Что клан Януковича контролирует левую бережную Украину Клан Тимошенко правую бережную Что полностью отвечает в виднюю путь на том, как должна складываться судьба украинского государства Который он считает фиктивным и сформированным искусственно За счет доброохотных даяний России и многочисленных территорий Наконец, уже когда он поддерживал Тимошенко на президентских выборах 2009 года Победил проклятый Янукович Наконец, когда он поддерживал Янукович от падения в 2013-2014 годах Когда он был готов выложить любые деньги, чтобы революция не свершилась, к эволюции свершилась И тогда он уже понял, что американцы кинули его по полной программе И надо как-то отвечать Чтобы они не свершили его с малой Станислав Александрович Ну, означает ли вот все, что вы говорите Тот факт того, что Украина все-таки существует Этот неоспоримый факт Вот вы какие бы аргументы нашли для того, чтобы все-таки убедить Кремль В том, что эта страна есть и эта страна будет Потому что, мне кажется, Владимир Владимирович все время ставит под сомнение существование Украины Владимирович не ставит под сомнение, он просто считает, что Украины не существует Он ввязался в эту страшную авантюру с Крымом Которая привела к падению Боинга, в конечном счете И некоторые идиоты, типа, меня тогда говорили Что из крымской авантюры выскочить невозможно Потому что она будет приводить все к новой эскалации конфликта То есть, вот Крым и все, этого не будет После Крыма Путин должен будет следовать логике велосипедиста Который постоянно должен крутить педали, чтобы остаться в седле Он продолжил крутить педали в Донецке и Луганске Вот мы видим, до чего он докрутился до падения Боинга Но я не стал бы убеждать ни в чем Кремль Кремль уверен в том, в чем он уверен Переубедить Владимира Путина невозможно Я, как политический консультант на пенсии, утверждаю, что давать советы можно только тем людям, которые хотят этих советов А Путин сегодня их не хочет, он достаточно герметичен Он уверен, он не уверен, он уверен в себе И только Боинг поколебал эту уверенность Потому что он придал всей этой картине достаточно трагический смысл Особенно если исходить из того, что действительно Боинг был сбит по приказу полевого командира Безлера По продающему Безлера, то действительно Путин и Безл попутал Здесь уже начинается абсолютно мистическая история имени Пушкина и Достоевского Сколько их, куда их гонят Уже начинаются Безлера, но в это вмешиваться на рациональном уровне политической или около политической аргументации уже нельзя Юлия, мы хотели объявить голосование Да, у нас есть вопрос Мы решили задать простой вопрос Кто, на ваш взгляд, несет ответственность за произошедшее с малазийским Боингом? Кто, собственно, виноват в этом? Скорее Россия, вы считаете, или скорее Украина? Мы понимаем, что официальных версий нет Версии теперь появляются каждый день новые Есть уже, по крайней мере, американская, российская и украинская Но все сводится действительно к одному Россия или Украина Итак, если вы считаете, что скорее Россия Вы набираете в Москве номер 660-06-64 В смысле не в Москве, а при голосовании на их и Москве Если вы считаете, что скорее Украина 660-06-65, голосование пошло Начался подсчет ваших голосов Слушатели, если вы считаете, что скорее Россия виновата в катастрофе малазийского Боинга То для вас номер 0850-4901 И если вы считаете, что скорее Украина 0850-4902 Это было объявление для слушателей Радио Вести А перед этим было объявление для слушателей Эхо Москвы Чтобы люди у нас не запутались Ну вот у меня есть еще вот такой вот вопрос По поводу версий того, что произошло с малазийским Боингом Наш общий коллега Сакена и Мурзаев подсказал мне этот вопрос Вот ему кажется странным вот такое обстоятельство Вот этот вот странный вброс про то, что летел борт номер один На котором летел Путин И хотели выстрелить именно в Путина И случайно промахнулись И в общем, ну нужно открыть географическую карту Чтобы понять, как летел этот самолет И как он не мог лететь, например Но тем не менее Вопрос в следующем Вот эта версия, она рассчитана на внутреннее потребление Для российского обывателя Или она для вот этого вот иностранного периметра больше Нет, ну иностранный периметр не может быть восприимчив к этой версии Это, конечно, версия для внутреннего потребителя Более того, независимо от позиции Путина Который не обвиняет Украину в сбитом самолете Потому что знает, кто его сбил на самом деле Хотя и обвиняет его политически и морально Если мы выйдем сейчас на улицу Арбат Непосредственно примыкающую к нынешнему офису радиостанции Эхо Москвы И проведем так называемую фокус-группу Мы убедимся в том, что большинство россиян верят в то, что украинцы сбили самолет А некоторая часть этого большинства верит в то, что хотели сбить город номер один Потому что федеральные телеканалы Есть еще несколько, есть еще безумные версии, которые мы не будем даже здесь повторять Это и транслируют Это действительно укрепляет идею о том, что вообще личная безопасность Владимира Путина Становится национальной идеей России И это с пропагандистской точки зрения не так глупо Потому что это очень простая идея Она бинарная, она создает бинарную оппозицию Или Путин жив, или Путин мертв Пока Путин жив, все хорошо Никто не может покуситься на территориальную целостность России Которая завтра будет обсуждаться на Совете Безопасности С точки зрения этой теории, конечно, Соединенные Штаты Америки хотят уничтожить Россию Почему они не сделали это в прежние времена, когда это было гораздо легче, непонятно Но просто из вредности Как они свергли Мубарака, Каддафи, Путин же в этом уверен, да? Как они несколько раз свергали лидеров на постсоветском пространстве Которые были для них абсолютно комфортны, включая Виктор Янукович Соответственно, если вдруг что-нибудь случится с Путиным То все бесы русского национализма, кавказского, кавказской пассионарности И сибирско-длинневосточного сепаратизма вылезут на поверхность Поэтому действительно очень легко представить себе, что главная задача России Это держаться Путина И через это формируется целая стратегия национального развития Что нужно для того, чтобы обеспечить личную безопасность Путина? Ну, нужно создавать свои самолеты, чтобы Путин налетал на иностранных автомобилей Потому что, не дай бог, в двигателе Мерседеса будет заложено взрывное устройство американцам При поставке новой бронированной машины в Российскую Федерацию Нужна высокотехнологичная медицина, которая позволила бы Путину жить вечно и так далее В общем, вся эта бредятина в пропагандистском плане Она, тем не менее, очень воздействует на большинство российского населения И формирует совершенно определенный политико-психологический климат в нашей стране И пропагандисты недооценивают уровень своей ответственности за формирование этого климата Который потом цунами ударит, в том числе и по ним Юлия Да, Станислав Александрович, вот хотел бы уточнить Вы неоднократно повторяли в некоторых интервью о том, что мировой порядок под угрозой Ну, а если мы будем говорить о том, что мировой порядок нуждается в некотором переделе Вот давайте мы поговорим о возможности этого передела Вот если оставить, скажем, Соединенные Штаты как такой символ влияния некоторого Европейский Союз, Китай Вот сегодня у нас в эфире, наверное, на Радио Вести Ну, в некотором роде ваш коллега Тарас Возняк Не знаю, вы знакомы или нет Я с ним хорошо знакомый и очень его уважаю Вот, тем более Он сказал, что Россия во всей этой, на этой мировой карте Ну, такой, в последнее время создается впечатление Такой, пристежной, он сказал, да Такой пристегивающийся конь, скажем, Китая Вот недавние сделки по газовым контрактам, по газовым соглашениям Вот что это может означать? Вот это переориентирование какого-то таких Новая система координат, которую Кремль пытается отстроить Переформатируя таким образом сферы влияния Или с чем мы имеем дело? Давайте так Новую систему координат Владимир Путин не создает Если мы исходим из того, что Владимир Путин и Россия сегодня практически одно и то же И многие из нас поработали на то, чтобы это так было Он человек оборонительного сознания и наступательного Никакого имперского проекта нет И задача оборонять свое пространство Путин действительно убедил себя в том, что он может быть свергнут в Соединенными Штатами Пакт с Китаем не несет в себе никакого нового стратегического качества Сам газовый контракт, давайте обратим на него внимание До сих пор цена не объявлена официально этого газового контракта Не кажется ли это несколько странным? Кроме того, Китай настоял на единственно возможном для него маршруте Восточном Через не построенный еще нефтепровод силы Сибири Западный маршрут его не устроил Да и вообще, китайцы абсолютно неуступчивы И знаете, когда Наполеон выиграл битву при Астралиице В 1805 году И вошел в Вену То кажется, они с императором Францем пошли в оперу Когда в Китае один отдельный князь побеждал другого То правильной традицией, правильным считалось уничтожение Семьи побежденного князя в трех поколениях Поэтому рассчитывать, что Китай как-то прижмет Россию к любящей груди Совершенно не приходится Китай, конечно, не устроит большой войны с Россией Потому что сейчас наступает эпоха, когда большие войны невозможны Всего самого разного рода причин О которых я могу сказать отдельно Но фактическое присоединение малонаселенных и богатых природными ресурсами регионов Сибири и Дальнего Востока Китаем возможно Поэтому китайские проекты Это чистый пиар Владимира Путина Пиар отчаянный В надежде запугать Европу тем, чего она бояться не может Потому что интеллектуальная деградация, конечно, происходит во всем мире Но не до такой степени, чтобы поверить Что Россия и Китай действительно станут военно-политическими союзниками При полной и принципиальной качественной разности их интересов Нет, даже если они союзниками Другое дело, зачем терять некогда стратегического партнера в лице Украины Совершенно непонятно Но вы ведь частый гость в Киеве Вы знаете, что русский язык нигде так не прижился на постсоветском пространстве Как, скажем, это случилось и в Украине Вы знаете, как много городов в Украине говорят на русском языке И у нас, мне кажется... Я уже сказал, что Украина это особая территория любви и боли Владимира Путина Потому что именно на этой территории он потерпел несколько очень важных для него И унизительных для него политических поражений В чем немалую роль сыграло его главное доверенное лицо по Украине Виктор Медведчук Именно поэтому ни в какой другой стране постсоветского пространства Путин не терпел столь существенных и унизительных политических поражений Поэтому он зафиксировался на Украине И продолжает на ней фиксироваться Можно я задам последний вопрос про Путина Прежде чем мы уйдем на новости Ну, последний там, на эту ближайшую часть А Дмитрия, который написал в Твиттере нам Насколько вероятен раскол внутри элит Который может в итоге привести к дворцовому перевороту И бла-бла-бла и так далее Элиты не довольны в целом, я считаю, поведением Путина Они крайне опасаются случившегося На протяжении 14 лет Владимир Путин был буфером Между российскими элитами и русским народом с одной стороны Одним своим ликом он русскому народу гарантировал Передел собственности и наступление социальной справедливости Чего не случилось Но тем самым гарантировал другим своим ликом элитам стабильность Точно так же Путин играл между элитами и Западом Он был гарантом интересов российских элит на Западе Сейчас этому периоду приходит конец И элиты не могут быть этим довольны Возможно ли государственный переворот? В России всегда, собственно, власть никогда не менялась демократическим путем Существовало только два базовых сценария смены власти Дворцовый переворот или революция Но в России, в отличие от Европы, от евроатлантического мира Революция происходит не до, а после падения власти Причиной падения власти всегда является только дворцовый переворот Но мы вот сейчас видим в связи с последними событиями Последних недель и месяцев Когда начали действовать санкции Когда стало ухудшаться экономическое положение Экономическая ситуация в России С бюджетом проблемы Мы видим, что недовольство высказывают многие И в том числе вполне себе высокопоставленные Представители окружения Путина, администрации и правительства Однако, тем не менее, это недовольство дальше слов не уходит Все равно вот курс проложен, он такой, какой он есть И всем недовольным остается только исполнять Ну конечно, потому что власть в России – это система кормления И настоящее недовольство может наступить тогда, когда политический курс противоположен системе кормления Этот момент близится Да, он еще не наступил Посмотрим, что будет Ну что, мы сейчас делаем перерыв на краткий выпуск новостей Я напомню, что у нас идет голосование и у нас, и на радиовести в Киеве По вопросу, считаете ли вы виновным за ответственным за произошедшее с малазийским Боингом Скорее, Россию, для слушателей Эхо Москвы, это номера телефонов 660-06-64 Или, скорее, Украину, 660-06-65 Голосование идет Юлия, вы повторите для ваших слушателей тоже Да, я повторю, у нас уже даже есть некоторые первые результаты Оль, возвращаемся после выпуска новостей Возвращаемся через три минуты, и мы продолжим наш совместный разговор со Станиславом Белковским И мы продолжаем программу «Ищем выход» Вот у микрофона Ольга Бычкова, в студии «Эхо Москвы» Станислав Белковский, политолог И мы ведем эту программу вместе с радиовести в Киеве Там находится ведущая этой радиостанции Юлия Литвиненко Мы говорили в первой части нашей программы Больше о Путине и о России Мы задавали вопрос нашим слушателям для голосования Я его повторю Юлия, наверное, мы уже скоро будем подводить итоги, я думаю Да, мы готовы А давайте сейчас прямо подведем уже, и будет нам все понятно Давайте, пожалуйста Будет нам счастье Будет нам счастье Вы прокомментируете, на самом деле У нас получилась следующая ситуация Мы спрашивали, кто, на ваш взгляд, ответственен за случившееся с малазийским Боингом Вот за всю эту трагедию и беду Есть ли Россия, скорее всего, Россия, или, скорее всего, Украина Я останавливаю голосование, вот нажимаю сейчас на красную кнопку У меня получилось, среди слушателей Эхо Москвы, Юлия, получилось, что скорее Россия считает 78,1% слушателей Скорее Украина 21,9% Вот у нас такой результат, что у вас? Знаете, Оль, что скажу вам Даже несмотря на эти пессимистичные прогнозы Белковского о том, что вот Путин тут натворил делов Мне кажется, как все-таки много у нас общего Потому что на этот вопрос, который мы с вами задали Таком ответственности за катастрофу, за аварию, да, да, за страшную трагедию, которая случилась с малазийским Боингом Скорее Россия ответила 95% украинских радиослушателей Скорее Украина сказали всего 5% Ну там, где у вас 95, там у нас 78 Да, ну, в общем... Что-то же немало, Ольга Да, это немало Причем твой мрачный прогноз Белковского я так и не понял, что Путин натворил делов Причем мрачный прогноз... Это не прогноз, это констатация, что Путин натворил делов Не констатация, это поддерживать 78% слушателей Эхо Москвы и 95% ваших слушателей А вот это вот что... Это констатация... Оль, простите, перебиваю вас Это констатация того, что на самом деле, какой бы ни была политика Кремля Вот эта толерантность украинского общества по отношению к России, она очевидна И русскоязычное население в Украине не нуждалось на самом деле ни в какой опеке со стороны Владимира Владимировича Вот о чем я говорила, да И вот даже результат этого голосования говорят, что общего между нашими народами гораздо больше Потому что вот мы с Олей, когда обсуждали этот вопрос до эфира, у нас были некоторые сомнения Как проголосуют наши народы, наши слушатели Ну вот... Ну, наши слушатели, скажем, все-таки про народы не будут говорить Я хочу как раз предложить поговорить теперь об Украине Вот у меня, например, складывается впечатление по событиям последних недель Что официальный Киев в том, что касается событий на юго-востоке Украины, в том, что касается вот этого всего Он как-то странно бездеятелен или там недостаточно активен Это ошибочное мнение, вы считаете? Он абсолютно деятелен Вопрос в том, какое у него пространство возможности существует Потому что ясно, что вооруженные силы Украины долгие годы финансировались по остаточному принципу Что они начинают мобилизовываться и превращаться в какую-то реальную армию только сейчас И поэтому их военные возможности ограничены Но с политической точки зрения Украина была максимально последовательна в последнее время С точки зрения подавления сепаратистов Но вы считаете, что это подавление сепаратистов, оно действительно подавляет Но вот мы видим, последние два дня буквально усилилась явно антитеррористическая операция вокруг Донецка И, судя по всему, она направлена сейчас на то, чтобы отделить его от российской границы Но это вот сейчас происходит, после Боинга, нет? Это происходило и до Боинга, но тогда и военная инициатива принадлежала сепаратистам Которые, как мне представляется, опираются на очень значительную поддержку России И без нее могли бы слиться за несколько дней А сейчас Боинг изменил ситуацию, потому что поддержка России уже не может оказываться в тех формах Которые она оказывалась до сих пор Потому что спутники летают? Ну, спутники летали всегда Просто важно было разгромить украинские войска с точки зрения Кремля как можно быстрее Расколоть США и Европу, как я уже сказал И на этих основаниях выйти на переговоры с Западом о судьбе Украины Это не получилось из-за Боинга, из-за этой трагедии И сейчас нужно найти новую стратегию, какую мы услышим завтра на Совете Безопасности Которая почему-то привязана к территориальной целостности России Потому что просто так объяснить, что мы хотим добиться того или сего Путин не может Он должен сказать, что если какие-то решения не будут приняты, то тогда Россия рухнет И только он может удержать ситуацию Юлия, мы про Украину говорим Да, про Украину Вот есть мнение некоторых ваших коллег, Станислав Александрович, которые говорят, что все это противостояние Несмотря на то, что Путина сегодня, вот по тем данным, которые есть у нас поддерживают 85%, как правило Люди очень быстро устают от любой войны И, скажем, после затяжных каких-то компаний Компаний, да, пусть так Все патриоты буквально через полгода становятся пацифистами Никто не хочет воевать, никто не хочет этой войны Вот каким-то образом вот эти настроения в обществе смогут дать другую цифру в этих процентах поддержки Путина Как будет меняться популярность Путину в России? От войны, во-первых, устают люди, которые непосредственно увлечены в войну Всевозможные диванные партии, которые наблюдают за войной через интернет, от нее не устают Потому что это похоже на компьютерную стрелялку Что тут уставать-то? Да, вот Игорь Геркин-Стрелков, один из лидеров сепаратистов, тут заявил, что малайзийский Боинг был гружен трупами третьей свежести Даже не повторите этот бритв Нет, это просто взято из сериала «Лост» Это типа сюжет вот этого «Остаться в живых» он по-русски называется Этот сериал, то есть видно, что для всех Не только оттуда еще были такие сюжеты Да, ну то есть, например, если ты не находишься на фронте, тебе очень легко переживать войне Во-вторых, консолидация российского общества во многом зависит от позиций государственных средств массовой информации Которая транслирует точку зрения, совершенно не обязательно коррелирующую с реальностью Вот сейчас 60% людей в России уверены, что самолет сбили украинцы Вы не сможете их переубедить Нет, со мной спорят только на тем, потому что я этого не утверждаю Чтобы не тратить время у наших общих радиослушателей И третье Для политика оборонительного сознания Типа Путина Возможность найти врага и определить его как источник угрозы Для существования сегодняшней России И залог ее популярности Мы можем даже тактически проиграть Но если мы спасли Россию от распада Правда, непонятно, по какой причине должен случиться этот распад Не всего наших же действий То все, мы выиграли Поэтому я не предсказываю какого-то скорого падения популярности Владимира Путина Я скорее предсказываю полную международную изоляцию Что противоречит его жизненной стратегии Он с самого начала не собирался быть Муаммаром Каддафи Он собирался быть членом элитного клуба мировых лидеров И сегодня ломается его жизненная стратегия А в ситуации, когда от психологии одного человека, от его травм, от его боли и радости Зависит судьба страны и многих сопредельных стран Это достаточно опасно Вот еще один вопрос, который возник у нас вместе с Акеном и Мурзаевым Вот как политконсультант на пенсии Это вы сказали Я, конечно Я думаю, что пенсия, это слишком громко сказано Но это вы сказали Как политконсультант на пенсии Что бы вы рекомендовали Пенсии сказано слишком тихо Хорошо Господин Порошенко В связи с тем, что Украина в этой истории оказалась не только один на один с Россией, например Не только со своими внутренними проблемами Не только в жертвой аннексии Все что угодно Этого уже достаточно Но она также оказалась еще стороной в очень большой международной игре Которая заварилась в результате Вот как себя вести в этой ситуации Я уже говорил в этой студии, что политконсультант должен давать советы только когда о них просит А Петр Алексеевич до сих пор в этой студии не позвонил Ну считайте, что я Петр Алексеевич и я вас попросила об этом Знаете, я знаком лично с Петром Алексеевичем Как говорилось в одной американской картине Он на Джорджа Буша совсем не похож Он корпулентный мужчина, вы красивая молодая женщина Я бы сказал, что Петр Алексеевич сейчас находится в ситуации, когда он может консолидировать всю международную поддержку На своей стороне вопрос, сможет ли он в той же мере консолидировать поддержку украинских элит, что совершенно не очевидно И во-вторых А почему не очевидно? По факту Ну врагу орут Да, но это не всегда консолидировало украинские элиты на всем протяжении существования независимой Украины Во-вторых, насколько он понимает, что Владимир Владимирович Путин не сдался Что это не тот политик, который просто под влияемких сигналов, исходящих из Вашингтона или Брюсселя, сразу сольется А поэтому самый сложный период только начинается Крыса загнана в угол Это самая опасная ситуация, в которой Петр Порошенко мог бы оказаться за весь недолгий период своего президентства То есть, на мой взгляд, Украина переходит к крайне новой эскалации, а не деэскалации Никакой эйфории быть не должно, чтобы не говорили его советники Ольга, простите, что я вторгаюсь Раз уж вы позволили себе такую вольность говорить от имени президента Порошенко Позволите мне попросить Белковского дать совет президенту Путину Станислав Александрович, я знаю, что это неблагородное в данном случае, может быть, даже неблагодарное дело Но, видите, вы сказали о том, что не об этой судьбе политической мечта у Владимира Владимировича И мы ведь наблюдали и радовались, как хорошо, молод, умен, говорит без бумажки, языки иностранные знает А вот вчера говорил с суфлером, между прочим, это обращение защитного суфлера Если вы обратили внимание, ночное Станислав Александрович, ну слаб человек, и потом это... Ну он совершенно не слаб Суфлер-то нормально, да Ну в любом случае, вопрос не об этом Мы искренне радовались за Сколково, за... Вот сейчас Россия будет впереди планеты всей Вот в Силиконовой долине и нанотехнологии давайте развивать И совершим этот цивилизационный прыжок Не случилось Так может быть, ко всем этим наноинновациям вернуться президенту Путину И все-таки продемонстрировать, что не в этом силы России Не вот в этой игре нервами и мускулами Все, что вы сказали, не имеет никакого отношения к президенту Путину Это были завиральные идеи бывшего президента Дмитрия Медведева Которые сегодня уже практически похоронены даже на уровне фантазии А что касается Владимира... Политически Владимира, если уж я не берусь давать советы Порошенко То тем более я не берусь давать советы Путину Потому что если Порошенко их просто прогинорирует То от Путина можно серьезно огрести Поэтому свою точку зрения я высказал И поскольку она транслируется весьма популярными средствами массовой информации в России и на Украине То имеющие уши дослышат Другое дело, что я боюсь, что уши заняты совершенно другим То есть вы не чувствуете, что в настроении и в тактике Путина Какие-то будут изменения в ближайшем будущем? Вот что после Путина? Изменения будут Путин вообще тактика, а не стратег Он принимает решения по факту анализа уже принятых решений и результатов их реализации Вопрос, какие они будут Если Запад сегодня готов к переговорам с Путиным, это одно Если Запад не готов к переговорам с Путиным, то эти решения могут быть самыми жесткими и агрессивными И к этому они готовятся Независимо от рациональной логики, тут не нужно пытаться Самая большая ошибка аналитика Я как аналитик на пенсии вам скажу Это попытка представить свою голову на чужие плечи Давайте анализировать ту голову, которая находится на плечах Владимира Путина И от которой на сегодняшний день зависит не только судьба России Но и значительная часть земного шара Но Запад готов или не готов все-таки? Вот Запад действительно сейчас выжидает Все время делается какой-то такой пробный Такой кидается пробный шар Потом смотрится на реакцию Потом кидается еще 8 пробных шаров и так далее Со стороны Путина, да Со стороны Запада Нет, со стороны Путина кидаются шары Я говорю, что здесь лайнер сыграл очень важную роль Мы же обсуждаем после авиакатастрофы, да Потому что он аннулировал, в общем-то, некую краткосрочную стратегию Путина, которой он не существовал Расколоть Запад, разгромить украинские войска И такими двумя шагами принудить Запад к диалогу Сейчас, мне кажется, еще не решено, каким путем Запад будет принуждаем к диалогу И в Кремле мы видим определенную панику Потому что нет никакой даже единой информационной линии Как освещать все эти события? Ну, если вот, например, Западом считать и Европу, и Соединенные Штаты Хотя мы понимаем, что там есть разные подходы внутри Но, тем не менее Вот сейчас есть некое выжидание все равно Например, говорится о том, что да, ракета вылетела со стороны С территории, которая контролируется сепаратистами Но никакие карты, никакие спутники, никакие записи Вот так вот четко не представляются Понимаете, назад Запад не сдаст Он не скажет завтра, что это выполнено А почему вот сейчас происходит вот так вот все медленно? Потому что дают, например, возможность Путину там как-то сохранить лицо И сделать свои какие-то действия? Да, дают возможность Путину сохранить лицо И прекратить полностью поддержку сепаратистов И вывести лидеров сепаратистов куда-нибудь в Тамбовскую область Но Путин этого сделать не может А почему он не может это? Он не может проиграть демонстративно Он не может потерять лицо — Кроме того, вторая причина, по которой следующим вопросом будет Крым, если Путин полностью эвакуируется из Донецка и Луганска, в расчете на то, что первый и второй каналы все равно объяснят русскому народу, что это победа, и тем самым никакой внутриполитической дестабилизации не произойдет, а Гиркин и Безлер, где-то еврейские лидеры русской весны, где-то сгинут по дороге, случайно упав в канал из грузовика. — Они станут членами Совета Федерации. — Нет, 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 это люди не для Совета Федерации. В Совете Федерации это хорошо пахнущие Шанелью персонажи, а вот такие маньяки-убийцы, они предназначены только для выполнения краткосрочных поручений, а потом они убираются с шахматной доски по принципу гроссмейстера, где только что была ладья. Нет, если даже все это случится, то следующий вопрос — Крым. Как только исчезает дестабилизация в Донецкой и Луганской областях, Запад сразу подходит и говорит, да-да, это все, уже вопрос решили, а Крым теперь где? — Продолжаем разговор, типа, говорит. — Не, не продолжаем, а все, теперь надо уже отдать Крым, потому что ты уже это отдал. И для Владимира Путина это страшный сон. — Юлия, добавьте. — По Крыму, конечно, вопрос, потому что видите, что случилось? Теперь якобы, ну это можно называть словоблудием как угодно, но Владимир Владимирович опирается на... — Можно называть слава блудием, а слово слава, и блуд. Слава плюс блуд, равно слава блуд. — Да, но опирается так или иначе на результаты, можно много обсуждать, каким образом эти результаты референдума были получены, там под дулами орудий и все такое, но тем не менее не удалось ведь этот референдум провести в Донецкой и Луганской областях. — Как, формально удалось? Ну формально он произошел, 11 мая, если я мне помню. — 11 мая, но вы ведь знаете результат этого референдума? — Да, формальный результат издвигает о том, что Донецк и Луган страшно хотят отделиться от Украины. — Но это весьма неубедительные результаты, и вы это знаете. Поэтому вот вопрос, а что дальше будет предпринимать Путин? — Вы исключаете, что мы ведь, то, о чем говорит Оля, даже если смогут объяснить российским или там украинским зрителям, которые могут каким-то образом поддерживать политику Путина, что Путин победил? Может быть, действительно это тактика такая на то, чтобы избежать этого дальнейшего противостояния, которое, в принципе, я уверена, не имеет никакого цивилизационного прорыва, противостояния между Украиной и Россией? — Избежать можно всего чего угодно. Но Владимир Путин не может признать себя побежденным. Он переживает вторую молодость. Он снова влез в сферу внешней политики, с которой сопряжены все лучшие эмоции и ощущения его жизни. Уже не столь короткой. — Но он же оттуда не уходил никогда, собственно. — Он иногда ему приходилось. Уходить, когда ему приходилось заниматься внутренней политикой России, всеми цивинарниками, колхозами, здравоохранением, образованием, чего, в общем, он не любит. — А лучшие годы жизни он провел в ГДР в качестве представителя КГБ, в качестве заместителя Анатолия Собчака в мэрии Санкт-Петербурга по внешним связям. — И вот он снова в своей стихии. Но не может он признать себя побежденным. И Украина не конечная цель его усилий. Конечная цель его усилий — Запад. Он хочет доказать Западу, что он равен ему. И Украина — лишь пространство для торга. — Поэтому просто так слиться по-тихому на мозг от этого не будет. Именно поэтому не нужно ничего идеализировать. Запад может сделать две вещи. — Первая — игнорировать Владимира Путина, тем самым подталкивая его к усилению агрессии, внутренней, которая конвертируется во внешнюю. — Вторая история — нужно применить к пациенту эриксенский гипноз, так называемый. — То есть нужно найти для Путина переговорщика, который бы не выступал с позиции нажима, то есть традиционного гипноза, из попыток с позиции убедить Путина, что тот неправ. А который сказал бы, Владимир Иванович, я вас прекрасно понимаю, ну все они козлы, конечно, эти западники. У всех у них двойные стандарты, не существует никакой, никаких евроатлантических ценностей. Ну давай вот договоримся как-нибудь так-сяк. Вот если методы эриксеновского гипноза будут примены к Владимиру Путина, он может успокоиться. — А разве роль доброго следователя не играет госпожа Меркель в этой конструкции? — Меркель, да, вот я хотела сказать, что им ведь есть такой фига. — Ну не, не играет она в роли эриксенского гипнотизера, потому что она не стоит на позициях Владимира Путина. Она пассивно его выслушивает, а немедленно расставшись с ним призывает Францию не продавать России эти местроли несчастные за миллиард 200 миллионов евро, которые кормят людей на верфи в Нонтере. И Путин никогда не понимал, что есть некое ценностное единство Запада. Я считал, что это фигня, и что российская труба южного, северного и всякого прочего потока гораздо важнее. А ценностное единство, к сожалению, есть. — А вот скажите еще... — И вот оно не позволяет применить к Путину эриксовский гипноз, который был бы с практической точки зрения самым эффективным способом умиротворения ситуации. — Но это в любом случае лучше, чем воевать дальше или передвигать войска. — Ольга, а можно я такой вопрос еще задам? Станислав Александрович, вы вот назвали переговоры как вариант или игнорирование Путина со стороны Запада, но вы ничего не сказали все-таки о жестких мерах, о санкциях Европы, Соединенных Штатов против России. Вот на ваш взгляд, не будут ли эти жесткие меры против России поводом все-таки полномасштабного ввода войск в Украину? — Да, конечно. То есть санкции, безусловно, раздражают российские элиты и несут им существенную угрозу, и повергают их в панику и шок, о чем я говорю не один месяц подряд, хотя считалось недавно, что санкции еще не имеют никакого значения. Но для Владимира Путина лично санкции — это скорее повод отвечать жестко, а не мягко. Это не повод искать компромисс. Путин не хочет быть оскорбленным. Он воспринимает оскорбление самого себя как оскорбление России. Он получил от Бориса Ельцина завет «берегите Россию», а это уже другой психический вопрос, называется «мачезофреник». Он готов настолько беречь Россию, что может унести ее с собой в могилу, лишь бы не унизили и не оскорбили нас никого тут. — Я хочу успеть спросить про то, что называется «проект Новороссия». Есть ли у вас ощущение, что вот эта идея сейчас потерпела полная фиаско? Там ни в военном смысле, ни в каком, а просто потому что... — В концептуальном смысле. — Да, в концептуальном смысле. — Она не потерпела фиаско, ее никогда и не было. — Нет, ну, она была виртуальна. — Это фантазия форезива. — Фантазия, хорошо. — Да, конечно, да. — Но эта фантазия теперь как-то вот растворилась хотя бы потому, что персонифицирует этот проект Новороссии. Теперь вот эти вот странные люди с калашниковыми, которые... — Не только с калашниковыми, а с зенитно-ракетными комплексами «Бук», сбивающие малазийские лайнеры. — Мы не знаем, допустим, мы не знаем про «Бук», мы не знаем, откуда это прилетело, но мы видели, видим все... — Нужно сделать зенитно-ракетные комплексы в Facebook. — Нет, послушайте, мы видим... — Который определяет бы по лицу, в кого стрелять, а в кого нет. — Мы видим просто и в интернете, и на телеэкранах, мы видим этих людей, которые там бродят среди трупов и обломков самолета. — Ну, Геркин и Безлер, это символ русской весны, так называемый. — Кабаются в этих вещах, вообще потрогают руками просто вот это все. И этого вполне достаточно, нет? И что взамен? — Мне кажется, с Новороссием это был капец. То есть никто, кроме определенной группы маргиналов по разной стороне российской границы, уже не может относиться к этому серьезно. И это один из важнейших результатов того, что произошло. Да, ну, никто не хочет жить под властью откровенных бандитов. Понимаете, все эти люди, которые сегодня представляют собой силовой актив, так называемый Донецкой и Луганской народных республик, это маньяки-убийцы, которые не связывают свои жизненные планы ни с чем, кроме количеством трупов. Кроме как количеством трупов. Дай им, так сказать, Бог, как сказал Балашал Чакуджава, если смерть это мгновенно, если рана небольшой. Но ясно, что это никакой не имперский проект. Я обращаюсь ко всем, кто в марте кричал, что Белковский столько лет был неправ, имперский проект существует. Вот видно, какой это имперский проект. Да, это имперский проект небольших криминальных групп, которые вышли на оперативный простор с целью убивать по крупному. Вот ваш имперский проект. Да, с Новороссией, я думаю, покончено навсегда, но вовсе это не факт, что именно так воспринимает ситуацию Владимир Иванович Путин. Потому что он, еще раз повторяю, он не может признать себя побежденным. А в странах социальной демократии, где все решают институты, от комплексов и обид Обама или Мякель зависит не так много. Но в странах, где нет политических институтов, где много лет культивировали представление о том, что богоспасаемая и богоданная личность сильнее и важнее любых институтов настоящих, проследствующих и будущих, от психологических проблем такой личности зависит только как много. И грань между конкретным политическим или политико-военным планом и безумием тонка до этого самого безумия. Юлия, у нас остались считанные минуты буквально. Один последний вопрос. До недавнего времени здесь в Украине очень любили российские телеканалы и российские медиа. Но вот хотел бы, чтобы, Станислав Александрович, вчерашнее сообщение, которое было распространено и в том числе и в Украине, о том, что, ну, это канал Дождь, по-моему, так немного пошутил, о том, что Путин прилетел в Киев для переговоров. Вот зачем была сделана, выпущена эта шутка? Ну, это была шутка не канала Дождь, а его совладельца Александра Винокрова. Я думаю, что легко обратиться к Саше и спросить его непосредственно об этом, а не меня. Я не пресс-хитаря канала Дождь. Но мне эта шутка не кажется неудачной, потому что театр абсурда требует своих правил, и, конечно, это в рамках этого театра абсурда, когда ясно, что Путин не может прибыть в Киев на переговоры. Хотя, может быть, и следовало бы это сделать. Было бы красиво. Да, эта шутка, на мой взгляд, мне кажется, скорее удачной, чем неудачной, если ее понимать, если сбросить с своего лица маску звериной серьезности со всех сторон этого конфликта. Как думаете, как будут развиваться отношения между Украиной и Россией? Вот забегают далеко вперед. Покаяние, прощение или абсолютное забвение? Вот что будет между нашими государствами? Сейчас Россия и Украина рассорились надолго. Я не беру судить о том, что будет через десятилетия или два. Я считаю, что объективно есть основание для возрождения этого альянса, но для этого должна пройти смена политических элит в обеих странах. Очень быстро вот этот Союз безопасности, который Путин собирает завтра, по поводу суверенитета и территориальной целостности. У вас есть шанс погадать на кофейной гуще сейчас? Я не спорю сказать на кофейной гуще. Путин должен заявить, что суверенитету и территориальной целостности что-то угрожает. Иначе нет смысла ставить этот вопрос в арестку дня. Ибо, еще раз говорю, Путин человек оборонительного, а не наступательного создания. Что именно угрожает? Американские инсинуации, украинская провокация со сбитым Боингом. Что из этого вытекает? Например, необходимость ввести войска на Украину. Или, наоборот, необходимость воздержаться от этого, потому что сбитые Боингом, есть провокация для ввода войск. Это мы все узнаем завтра. Это не меняет качественные оценки ситуации, которая очень сложна и грозит большой кровью. К сожалению, не только в краткосрочной перспективе. Спасибо вам большое. Политолог Станислав Белковский был в эфире «Эхо Москвы» в программе «Ищем выход». И одновременно в эфире радио «Вести» в Киеве. Спасибо, говорю я, мои коллеги Юлии Литвиненко, нашим слушателям, которые голосовали у нас здесь, на «Эхе», и у вас там, на «Вестях» в Киеве. Спасибо большое. До встречи. Спасибо. Всего доброго. Спасибо, Оля. Спасибо. Я благодарна нашим слушателям также. Спасибо за доверие. Спасибо, что слушали. Ищем выход. Все, все, ничего не сломалось. Евгения Марковна не убьет нас завтра, потому что мы заняли ее место в жизни. Остались без отпуска. Не пропустите лето, сидя в офисе. Возьмите работу с собой. В кафе, на гаранду, в парк или сквер. Работайте и наслаждайтесь летом. Йота подготовила все необходимое для комфортной работы и отдыха на свежем воздухе. 100% безлимитный интернет с модемом Йота. Интернет там, где лето. Подробности на сайте yota.ru. 12+. Если вас заинтересовало рекламное объявление, услышанное в эфире радио «Эхо Москвы», но вы не успели записать телефон, звоните в справочную службу по номеру 691-46-43. Код 495. 691-46-43. Код 495. Ваш лоцман в море информации. «Эхо Москвы». Радио «Эхо Москвы». Радио «Эхо Москвы».